То-се, я сотрю, Мося говорит, Толяша, у тебя тут столько мальчиков. Я ломал голову, пока связался с верхом, с мужиками, ломал голову, ту ли я половинку отломал, отдал или нет. Тот дергает тревогу, бегут со средствами там специальными, с рогачами там, со всеми делами типа буйный. Всем доброго дня, друзья, подписчики канала моего. Я, как обычно, не как обычно, а до сих пор разбираю, была просто плохая погода, до сих пор разбираем, покажи, разбираем вот этот прилет, прилет или залет, ну, короче, для меня это как залет, но это надо все поубирать, доделать, поэтому, короче, как-то так. Надо подовозить дровишки, поскладывать родным на зиму. В процессе можно и позаниматься. Ух! Так что в это время на одном месте сидеть нежелательно. А теперь ускоряемся. Да, и еще, сейчас немного в перерыве расскажу вам одну историю, как раз вспомнил за работой. Всем хорошего просмотра. Ну вот, друзья, немного поработали. Поработал. И это самое, как и обещал, записываю вам историю. Это из жизни моей, когда я сидел на белоцерковской командировке. Это 2009-2010 год. Мне тогда дали пятерку. Короче, год я пробыл под следствием, судился на Киевском централе. И, короче, поехал на Белую церковь. Этапом. Короче, приехал туда, доверили мне отряд. Короче, был за отрядом. Тогда время такое было, чтобы вы понимали, только растормозилось, позатягивали телефоны. Смартфонов не было на то время. У меня было, я затянул такую прорезиненную раскладушку Нокио. Она как-то называлась тогда или диван, или как-то так ее называли. Но она прикольная была. Вообще безотказный телефон. Но суть не в этом. Короче, в то время, я не знаю, как на данный момент, ну, наверное, так же само. Бараки. Это, короче, чтобы вы понимали, зона была на тот момент, вывеска на лаере, зона особо строгого режима, экспериментальная. Это на этой командировке самое первое сделали кубриковую систему, короче, ну, типа, как облегчили жизнь зэкам. Ну, это так звучало в массы, но на самом деле они все усложнили, закрыли все двери на замки, на засовы, зарядки, короче, ну, сделали режим еще посерьезнее и посильнее. Да, в то время, короче, я просыпаюсь с утра, просыпаюсь от того, ну, короче, потихо, начальник безопасности с отрядниками утром, делают отработку, заходят тихонько на параг, поднимаются на отряд шнырей всех, по это самое, чтоб не отмаячили. Ну, и посонникам, это, короче, зима была, да, берут посонникам, а я как раз договаривался там кое-за какие груза, там, петрушка, метрушка, чтоб залетела. Короче, ждал ответную смс-ку и заснул, так получается, с телефоном включенным. Тогда было такое, ну, чудесное время, еще со мной Олежка жил в одном купе, Майстрик, он тоже еще даже не успел раздуплиться, как все произошло. Этот тихонько, ну, завешенное купе у меня, он тихонько берет, достает этот телефон, и я чувствую, как что-то, ну, что-то у меня, ко мне дотронулась. Раз-раз, снимай телефон, а я подрываюсь. Короче, смотрю, у него в руке мой телефон. Я говорю, слушай, давай, говорю, доставай карточку, ну, уже, коль я въехал в забор, телефон забираем, а на то время была, как бы, ну, не постанова, а договоренность в лагере, что если спалился, чтобы не, с мусорами не идти на конфликт, там, достаешь карточку, ну, телефон отдаешь. Ну, короче, со мной эти вещи не проходили, не работали, но на тот момент я даже был где-то на доле секунды готов, ну, на таких условиях, так как въехал в забор, ну, отдать телефон. Короче, он открывает телефон, смотрит смс-ку, а мне там как раз пришел ответ по тому делу, что я договаривался по грузам. И он читает, я ему говорю, давай это самое сюда телефон. Он читает, говорит, о, нет, сейчас идем в оперчасти. В это время мы как раз спускаемся со второго этажа по ступенечкам. Я ему говорю, ты уверен, точно? Он да. Ну, он идет еще пару отрядников сзади. Короче, я вырываю этот телефон, цепляю. Он цепился, что ненормально, этот начальник безопасности. Короче, одна половина у него остается. Я его беру через бедро, выкидываю на эти ступеньки. А нос переляку, как начало пищать, как начало бежать, как сорвалось, начало кричать, Саша, Саша. Ну, а Саша, это отрядник. Или как его, он баранов еще тогда был. Он тогда отрядником был, только начинал еще тихонько. Это Саша. И, короче, отваливает. Ну, с этой половиной телефона. А другую половину я мужику скидываю, он ее забирает. Короче, тот дергает тревогу. включается сирена, ну, в зоне, кто там отбывал, там срываются тросы, короче, бежит бригада, ну, смена, там, дежурные смены, ДПНК, бегут со средствами, там, специальными, с рогачами, там, со всеми делами, типа, буйный. Ну, это у меня такое знакомство было с начальником безопасности. Ну, он молодой, походу, был, неопытный. В процессе, ну, прибегает смена, смотрят, ну, все нормально, это я. Говорят, а это ты? Ну, короче, я говорю, все четко, тебе даваем наручники. Я говорю, да какие наручники? Идем. Приводит меня к первому заму Бойко. А тут к нему впрыгивает в кабинет и даваем датра там ему то-се. Я такого не видал. Он такое сделал. Он накинулся на меня. Ну, короче, жалуется ему. Говорит, если вы его не закроете, я вплоть до того, что бросаю ключи на стол и ухожу. А его, короче, перевели на смарт-тусовки, там у него где-то были бока, там или взяточничество, или что-то заносил. Он был на усиленном режиме и его перевели там родственные связи какие-то были. Ну, в оконцовке он потом оказался непоганый штемпок. Короче, факт в другом. Меня забуривают. А, я к Бойко захожу, объясняю ему, говорю, смотрите, есть договоренность. Мы вот так и вот так вот. Я ему говорю, давай, я достаю карточку, там мои личные данные. Телефон забираю, говорю, это же не то, что вы у него узнаете. Зачем мы какие-то вещи обовариваем, ну, обсуждаем. ну, короче, тот на компромисс не пошел, он, типа, ему не, не то, что не захотел отказать. Ну, короче, дают мне два месяца бура. Забуривают меня, но, благо, в то время как раз был Мосик, царство небесное ему. Мосянька, а как все получилось? Перед этим Мося зашел ко мне в гости. Я просыпаюсь утром, прекрасный день. Это как накалилась обстановка. Козы, мыши всякие потом побежали жаловаться администрации. Мося заходит ко мне с утра, с Мосиком было весело, он вообще с ним не скучно было. Я вам скажу так, что, где бы я не пересекался с Мосей на каких командировках, не было ни одного человека такого в зоне, чтобы я ему доверял так, как ему. Он мог отчебучить любые восемь. Любые восемь. Готов был на все. Вот настолько был преданный он и в отношениях порядочный человек. Друзья, посыл мой в том, что никогда не забывайте за хорошие поступки людей. И вот в чем, что хочу договорить, что я просыпаюсь, а у меня уже там все кипит, бурлит на отряде, чаи варятся, там жрать варят уже на полотряда, Мося уже руководит, там, шух, я проснулся, он меня чаек сели там, ну, круг попить, чифер погонять, то-се, я сотрю, Мося говорит, Толяша, у тебя тут столько мальчиков, я говорю, Мося, я знаю, я еще до них не добрался, к этим мальчикам, ну, короче, эти мальчики сработали на опережение, побежали, пожаловались, и вот на этой почве ускорил меня посадку в чулан, но при этом все, Мосянька сверху, там, положу, хавьями, в принципе, была нормально, дружная, ну, скажем так, что с собой привез, то и имеешь, в порядочные хаты, ты тогда еще даже, если заезжаешь без ничего, с собой ничего не привез, там, сигареты, чая, маляс, тогда варили, не привез, в хату даже порядочную мог и не попасть, ну, если тебя там не выдернули, ты не успел, ну, не было у тебя каких-то вязких причин на это, так что, имели то, что кто завез, ну, или у кого были какие-то тяги, концы через козлобанду, потому что козлобанда была ограничена, а Мося, так как с белой церкви, у него козлы были в него все влюблены, и он мне периодически, короче, курицу гриль отправлял, ну, я сидел тогда в одиночке, короче, и получаю эту курицу через баллондера, он мне там ее через фартух, ну, как, это не то, что там такая здоровенная курица, ну, такая средняя, неплохая курка была, но самому, знаете, как в яме, оно и в горло не лезло, по-любому ждал там прогулки, чтобы по прогулке где-то раскидать, чтобы мужики, порядочный лют, хотя бы по кусочку мяса скушали. Посыл в том, друзья, не забывайте за хорошие поступки людей, даже которых нету в живых, а если те люди, которые в живых, то не забывайте хотя бы иногда проявлять благодарность. Да, и по выходу с ямы, ну, мне вообще, типа, как должны были качнуть, за то, что, ну, я пошел конфликт на конфликт с лягавыми, так как договоренности были там и тому подобное. Но, есть вещи, каждый случай индивидуальный, и если вы, друзья, правы, всегда отстаивайте свою точку зрения и свою правоту. Это очень важно, потому что, если этого делать не будете, то будут ездить у вас на спине. Да, я вышел, ну, какие могут быть качания? Какие качания могут быть? Во-первых, у меня там были, а, я еще, меня закрыли, я переживал, думал, блин, а там же ж этот телефон, получается, в одной половине карточка вставляется, по-моему, или сверху, или снизу. И я ломал голову, пока мне связался сверху, сверху, с мужиками, ломал, ломал голову, то ли я половинку отломал, отдал, или нет. Ну, в оконцовке, когда уже дотянулся, сказали мне, что та половинка, все на месте, я успокоился, ну, я был в этой ситуации прав однозначно. Да, и вот так вот пролетели вот эти два месяца мои, благодаря Мосику и мужикам, которые ко мне относились с душой, всем низкий поклон, крепкого здоровья, кто еще есть в живых. Да, и пишите, друзья, пишите. Я вам скажу, вот так вот, при работе много вспоминаешь разных историй, я по возможности буду стараться записывать. И, друзья, просьба моя, подписывайтесь на канал, дабы канал развивался, как-то мы шагали понемножку вперед. Для меня это очень важно. Спасибо большое за просмотр, всем хорошего настроения, быть добру.